расклад который описывает ваши темные светлые стороны мой внутренний свет и тень у четыре масти характера также как 2 4 масти и расклад покажет как проявлены ваши позитивные и негативные качества первая позиция мой внутренний свет про это состояние можем сказать я такое мне это нравится то есть качество которое мы в себе принимаем полностью и рады что они у нас есть про них мы обычно говорим классно что я именно такой либо такая хорошо что я и вот описание этих качеств 2 позиция моя внешняя цель я не такой и мне это нравится то есть качество которое мы не принимаем и не позволяем себе не под каким соусом такими быть про них можем сказать хорошо что я не такой я молодец что я там не такая например я радуюсь что я не такой или такая если мы видим как эти качества проявлены у других людей вообще видим что они в наличии можем сказать нельзя быть таким хорошо классно что я вот не такой как она и либо он и вас могут раздражать бесить люди которые позволяют себе так вести третья позиция моя внутренняя цель я такой и мне это не нравится то есть качество которые у нас есть и мы стараемся спрятать их и не показывает никому про них можем сказать я такой и мне это не нравится жаль что я такой такая плохо что я вот такой такая что я позволяю себе вот такое у себя в своей жизни четвертая позиция мой внешний свет я не такой и мне это не нравится то есть это не проявленные качества которые нам очень нравится в других людях а в нас они пока не развиты это вот то самое наше супер я который манит нас к себе вот сделали вы этот расклад и как с ним работать самое главное понять что все четыре пункта в нас уже есть первая позиция этими качествами мы берем от жизни ресурсы мы умеем это делать хорошо с помощью этих качеств то есть эти способности эти навыки которые описывают ваша первая карта это надо беречь и укреплять конечно же вторая позиция этими качествами мы в свое время запретили себе брать от жизни ресурса действовать вот именно через эти состояния что хорошо сделать принять разрешить потому что они вас все равно есть но они находятся под запретом и возможно пользоваться в некоторых ситуациях то есть вот эта тень эти качества лучше с ней дружить то есть не тратить энергию на борьбу с собой и периодически их выпускать могу пояснить пример вот например вам не нравится что какой-то человек не работает и на улице просит милостыню то сему вот все равно что с ним будет то сильно проявленная безответственность по отношению к своей жизни вас такие люди бесит то есть триггерить это состояние что человек ничего не делает не беспокоит в своей жизни на тебя все равно каким-то образом он существует так вот чтобы подружиться с этим качеством до периодически стоит позволять себе такую легкую долю безответственности да то есть не тащить все обязанности на себя не звалит на себя сверх обязательства то есть считать что ты справишься со всеми лучше периодически стоит на что-то подзабивать до чтобы не перегружать свою нервную систему и энергетическую систему третья позиция принять и понять вторичные выгоды если вас то есть почему в вас это есть все равно какие-то скрытые выгоды вы от этого получается от этих качеств которые у вас существует и подумать как можно это экологично решить 4 позиции самые слабые качества они в зачатке и хорошо бы их развивать используя пункт 1 те качества которые вас хорошо уже развиты и в качестве поддержки находить подтверждающие удачные примеры из жизни умение пользоваться всеми мастями дает гибкость ваших стратегии да то есть расширяет горизонт ваших инструментов то есть способность действовать разными методами как светлыми так и темными позволяет вам решать различные жизненные задачи да то есть в разном спектре потому что в разных жизненных ситуациях своя масть бьет только свою масть потому что например если это какая-то тяжелая ситуация которая требует отвалиться например физических воздействий а вы будете пытаться это решить через добрые взаимоотношения но поймите не всегда это работает почти ну как бы если вот тяжелый как бы если на вас кто-то лезет с кулаками уже не будете пытаться объяснить ему что он поступает нехорошо лучше либо бежать либо дать человеку сдачу понимаете да и в светлых ситуациях если требуется дипломатия умение интеллектуально общаться с людьми то если вы пытаетесь боковать там где грубо пытаться что-то отбить свое это тоже не будет работать то есть хорошо иметь разные стратегии в разном спектре и вообще хорошо вот все вот эти качества которые у вас проявится в этом раскладе хорошо бы там их развить до уровня туза или короля второе это будет если у вас они будут выходить старшими арканами это будет замечательно вы можете попробовать сделать расклад самостоятельно а если вы хотите можете обратиться ко мне за консультацией по этому раскладу ответ по нему будет через один-два дня после оплаты также мы этот расклад подробно разбираем на практике таро на конкретных уже жизненных примерах